Всем привет! Напоминаю, что в этом месяце среди своих подписчиков я разыграю сразу два устройства от Xiaomi. Это четвертый Mi Band с NFC и беспроводные наушники TVS-наушники R2 SE. Правила достаточно простые. Первое, это, конечно же, быть подписчиком моего канала. Не забудьте открыть профиль, чтобы я в этом убедился. Второе, это поставить либо лайк, либо дизлайк этому видео, в зависимости от того, как вы его оценили. И третье, это написать совершенно любой комментарий. В конце месяца я проведу стрим, где вместе со своими зрителями мы выберем два самых популярных видео из тех, что вышли в этом месяце. И среди них мы найдем по одному победителю. Сказать по правде, меня очень удивило количество комментариев, которые вы оставили мне под моими предыдущими видео, с просьбой сделать обзор на новую игровую гарнитуру Blady M70. Я тестировал дорогую модель в этой линейке, модель M90, ссылочку на нее вы найдете в этом углу. А первое, пока что вам нужно знать, это то, что M70 стоит на 2000 дешевле, чем M90. Но скажу честно, когда я получил эти две гарнитуры, я сначала подумал, что именно M70 должна быть топовой в линейке. Потому что выглядит она ну просто шикардосно. Вы только посмотрите, какой офигенный бокс. У него даже доводчик есть. Я уже не говорю про подсветку. Ладно, давайте обо всем по порядку. Упаковка такая же красивая, как у M90. Такую коробку не стыдно подарить даже без дополнительной упаковки. В комплекте в маленькой коробочке мы найдем сменные насадки и кабель USB Type-C для зарядки. Посмотрим внимательно на кейс. Он выполнен в виде трапеции. Сдвижная верхняя крышка, прикольная подсветка по бокам. По ней можно понять, заряжаются наушники или уже зарядились. Сзади, снизу спрятан порт Type-C для зарядки. И, кстати, придумано это очень удобно. Сами наушники под стать кейсу тоже угловатые. Только не стоит думать плохо об эргономике, потому что в ушах они сидят отлично. Та часть наушника, которая вставляется в ухо, круглая и без острых краев. Как и старшая модель, M70 не боится ни брызг, ни пыли. В принципе, в них можно принимать, ну, например, ванну. Я это делал, наушники работают. Но вот, конечно, плавать не нужно, да и смысла в этом особенного нет. Наушники внутриканальные, поэтому при правильно подобранных насадках они обеспечивают уже неплохую пассивную шумоизоляцию. Активной системы шумоподавления здесь нет. Это одно из ключевых отличий от топовой модели. Сидят в ушах наушники хорошо, комфортно. Опять же, правильно нужно подобрать насадки. К сожалению, наушники не умеют останавливать музыку, когда мы извлекаем наушник из уха. Здесь нет соответствующего датчика. Зато с управлением все более чем нормально. По долгому тапу мы регулируем громкость. По одному тапу останавливаем, продолжаем воспроизведение. Два тапа, это у нас перелестнее трека вперед-назад. И по тройному тапу мы либо вызываем голосового помощника, либо же активируем игровой режим. Кто не в курсе, что такое игровой режим, то это режим, при котором задержка передачи звука становится минимальной. В отличие от обычного музыкального режима, производитель обещает нам падение качества звука. Поэтому все-таки надо определиться, что если вы слушаете просто музыку, не переключайтесь на игровой режим. Если же вам нужна минимальная задержка, например, в играх, или, скажем, когда вы смотрите кино, если вы чувствуете рассинхрон между звуком в кино и, так называемый, липсинг, то есть между губами актеров и звуком, который вы слышите, то тогда можно смело включать игровой режим. Теперь попробуем измерить задержку. Сначала посмотрим на обычный режим. А теперь давайте посмотрим на игровой режим. Вы не поверите, но M70 превосходит M90 в автономности. Да, если в сумме мы имеем те же 24 часа работы, это отстроенного аккумулятора плюс от аккумулятора кейса, то вот сами наушники от одного заряда работают не 4, а целых 6 часов. И на самом деле для наушников стоимостью 5000 рублей это реально очень неплохая цифра. Теперь давайте оценим качество работы микрофонов. Сейчас мы надеты M70, сейчас я в первопошумной арке, вышел из арки, ветра стало поменьше. Ну все, да вот, теперь все, ветра абсолютно нет. Вот как-то так звучит на улице M70. Послушайте внимательно, машины едут вокруг, практически никого, людей нет. Тихо, спокойно, ветра тоже нет. Вот как-то так вы меня слышите. Давайте, скажем, тестовую фразу. Разбатим. Вот, мы пошли. Несли его домой, оказался он живой. Говорю я не очень громко. С обычной, нормальной громкостью. А теперь я делаю M90. Немножко не громко, не надо. Но зато вокруг тихо, даже машины не ездят. Я говорю с той же громкостью. Давайте скажем ключевую фразу. Раз, два, три, четыре, пять. Я вышел за ним погулять, полетели его домой, а как раз он живой. Машины едут мне у меня. Я иду, еду особого нет. В принципе, более-менее. Вот, как-то так звучит M90. Как бы не было удивительно, но у M70 мне еще и больше понравился микрофон. Да, конечно, суперактивным шумоподавлением здесь не пахнет, но реально M70, в отличие от M90, можно прям смело использовать как гарнитуру. Теперь о качестве звука. Сразу скажу. Хоть здесь и установлен Bluetooth-модуль версии 5.1, но никакой поддержки APTX здесь нет. Приходится довольствоваться исключительно стандартными кодеками. Первое. Есть запас по громкости, он очень неплохой, но, конечно же, на максимальной громкости есть некоторая резкость в области высоких частот. Но если понизить громкость буквально на парочку делений, то все уже стабилизируется, звук становится очень неплохим, и при этом все равно громкость достаточно высокая. Басы хорошие, они мощные, такие достаточно пончевые, обволакивающие. Их немножечко больше, может быть, чем полагается, но они не выходят на передний план, там, где это не задумано. Средние частоты мне показались немножечко приглушенными. Высокие частоты, если же не выкручивать громкость на максимум, в принципе, вполне нормальные. На мой личный взгляд, все-таки по уровню качества звука M70 немножко уступает M90. М90 мне показались чуть более объемные и детализированные, но могу сказать так, если вы любите внутриканальные наушники, то с вероятностью 90 или даже 95% эти наушники вам понравятся как по эргономике, так и по звуку. В общем и целом, M70 выглядит реально очень и очень неплохо. Так в чем же они уступают M90? Нет беспроводной зарядки, нет системы активного шумоподавления и все-таки немножко хуже качество звука. Но в остальном же, как бы это ни было удивительно, но середячок выигрывают у топа. Ну, например, здесь лучше автономность по работе от одного заряда, тут лучше микрофон, ну и дизайн, это прям вот мое почтение. На мой взгляд, даже за один внешний вид M70 можно простить вообще все недостатки, которые у них есть или даже могли бы быть. Своё мнение, конечно же, напишите в комментариях, не забудьте при этом оценить видео лайком или дизлайком, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, если хотите одними успеха узнать о выходе нового видео. Ну, а у меня на этом всё, меня по-прежнему зовут Максим, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!